Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты Телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что важнее, регулярность или безопасность, Росавиация закончила расследование инцидента, связанного с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Боинг-737-800. Это произошло в аэропорту Большое Савино в январе этого года. Лайнер оказался в сугробе при попытке взлета. О результатах работы рассказал телеграм-канал «Авиаторщина». Комиссия установила, что самолет Боинг-737-800, на котором командир воздушного судна принял необоснованное решение выполнить рейс из Перми в Москву, имел неустраненную неисправность управления разворотом передней опоры шасси. Накануне данный борт прилетел из Махачкалы в Шереметьево. Экипаж того рейса сделал запись в бортовом журнале о затяжеленном управлении поворотом. Осмотр показал замерзшие загрязнения муфты механизма управления. После выполнения прогрева и очистки самолет был допущен к дальнейшей эксплуатации. Следующий экипаж перед рейсом «Москва-Перьмь» имел информацию о замечаниях. После прилета в Большое Савино пилоты по телефону проинформировали инженерно-технический персонал авиакомпании о том, что носовая стойка плохо поворачивается. Работы, впрочем, никто не проводил, и экипаж решил направиться в столицу. Правда, попытка взлета тогда оказалась неудачной. В процессе синхронного выхода двигателей на взлетный режим у самолета появилась тенденция уклонения влево, несмотря на полное отклонение педали руля направления вправо. Тогда командир воздушного судна принял решение прервать взлет, отключив автомат тяги с одновременным уменьшением режима двигателей до режима малого газа и применив реверс. Самолет на скорости 57 км в час выкатился за пределы рабочей части взлетно-посадочной полосы. Напомним, никто из 183 пассажиров и из шестерых членов экипажа не пострадал, борт повреждений не получил. Этот серьезный инцидент в Росавиации расценивают, цитата, «полет на заведомо неисправном воздушном судне в угоду регулярности полетов». Конец цитаты. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Погоня за Пермяком. В Волгоградской области полиция преследовала автомобиль, за рулем которого находился житель нашего региона. Сотрудники ГИБДД попытались остановить Рено, но водитель не подчинился требованиям и попытался скрыться. Гонки по бездорожью на трассе и во дворах выиграла полиция. В ходе погони водитель Рено выбросил из автомобиля сверток. В городе Краснослободске Волгоградской области полицейскими задержан житель Пермского края. Он подозревается в покушении на сбыт особо крупной партии наркотических средств. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Проведенная экспертиза показала, что в выброшенном из машины пакете находится синтетический наркотик. Массой порядка полукилограмма. Как сообщили в МВД, водитель наркокурьер вез крупную партию для последующего сбыта. Полиция возбудила уголовные дела. Фигурант находится под стражей. Двухколесная проблема. В Прикамье участились аварии с участием людей на самокатах. При этом, по некоторой информации, число пользователей сервисов кикшеринга в Перми выросло в 2,5 раза. Для многих это уже не развлечение или роскошь, а средство передвижения. В полиции привели свежие статистические данные, сообщает РБК. В Пермском крае с начала сезона зарегистрировано 44 ДТП с участием лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности. В ДТП пострадал 31 человек. Практически все аварии произошли в Перми. 40 ДТП. 28 человек были травмированы, 13 из них – дети. При этом за весь прошлый год зарегистрировали 24 аварии с участием лиц, которые управляли средствами индивидуальной мобильности. Тогда погиб один человек, еще 8 получили различные травмы. Между тем, есть настораживающие данные по итогам рейдов. 828 человек привлекли к административной ответственности. Смешиваемся на пешеходном переходе, смотрим обязательно по сторонам, не отвлекаемся на сотовые телефоны. Напомним, весной этого года электросамокаты обрели официальный статус. Появились и правила передвижения. Если мощность двигателя свыше 250 ватт, то такое транспортное средство относится к категории «мопед». Для езды в этом случае необходимо иметь права. Татьяна Овсянникова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Лайнер преобразился. Первый опытный образец самолета МС-21, получивший в прошлом году отечественные двигатели ПД-14 пермской разработки, покрасили в новую ливрею Объединенной авиастроительной корпорации. Воздушное судно совершило перелет из Ульяновска на аэродром имени Грома в Жуковском. Новая ливрея будет единый для всех опытных образцов гражданских самолетов производства компании. Ранее стало известно о начале очередных испытаний. Самолеты МС-21 проверяют на уровень шума в условиях полета. Серийное производство самолета должно начаться в 2025 году. Новые потери в специальной военной операции. Погибли еще трое наших земляков. Это Алексей Голдобин из Осинского городского округа, житель поселка Менделеево Крагайского муниципального округа, Йозас Грицус, а также пермяк Андрей Келлер. Ветвистая угроза. Ранее в выпуске ТСН мы рассказывали о проблемных деревьях, которые беспокоят жителей Дзержинского района. Сразу после выхода сюжета в эфир к нам в редакцию поступило около десятка сообщений от жителей других городских территорий о похожих проблемах. В индустриальном районе собственники квартир в двухэтажке боятся выходить на улицу из-за тополей, нависших над их жилищем. И каждый день мы рискуем своей жизнью, потому что у нас, посмотрите, какие деревья вокруг. Даже выйдя в магазин, мы рискуем своей жизнью. Двухэтажку на Веры Засулич 43 построили более 60 лет назад. По словам жителей, когда дом возводили, здесь уже росли тополя. Спустя несколько десятилетий они стали настоящей проблемой для жителей. Со стволов то и дело ветром сбрасывают увесистые ветви на пешеходные дорожки, парковку и даже детскую площадку. Они у нас очень старые. При сильном ветре наши тополя скидывают очень огромные ветки на площадку, во двор, на машины. От них очень много пуха. Июнь только начался, а двор двухэтажки уже покрыт тополиным пухом практически полностью. Люди говорят, такая картина каждый год. Нередко приходится вызывать пожарных. Ребята балуются спичками, поджигают. В прошлом году неудачно получилось, чуть не подожгли машину. Местные жители обращались и в администрацию района, и в прокуратуру. Пока ждали ответа, хотели уже решать вопрос самостоятельно, но остановились. Там же нельзя самим спиливать. Будет уголовная ответственность. Поэтому пока затихли. В итоге из прокуратуры нам пришел ответ о том, что проведена проверка по поводу этих деревьев. И угол наклона этих деревьев более 90 градусов. И они подлежат сносу. Но с учетом того, что уже середина лета, прошли сильные грозы, ветки очень много нападало, никаких сдвигов у нас нет. За комментарием по ситуации мы обратились в мэрию. Там сообщили, что территория и все растения на ней – ответственность районной администрации. Как сообщили в администрации индустриального района, заявка по сносу указанных зеленых насаждений внесена в реестр и будет рассмотрена. При этом сроки рассмотрения чиновники не уточнили. Люди же говорят, уже устали от этой затянувшейся истории. И надеются, что в ближайшее время им все же помогут избавиться от ветвистой угрозы. Мы очень просим, чтобы у нас не кранировали, а просто убрали отсюда. Выкорчевали эти деревья. Татьяна Овсяникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Баскетбол в массы. В Перми появилась любительская женская лига. Мяч в корзину участницы бросают в свободное время. Первый турнир уже подходит к концу. Победители и призеры определятся 26 июня. Наблюдала за игрой наша съемочная группа. Для простых желающих людей мы начали заниматься с 2017 года. В основном это было для мужских команд. Но в последний год как раз появился большой интерес у девушек. И в этом году мы организовали женский турнир. На первом этапе играют по принципу «каждый с каждым». Далее стадия плей-офф. На площадке жаркая борьба и масса эмоций. Но для всех баскетболисток это прежде всего хобби. То есть возможность отдохнуть от повседневных дел. А среди участниц есть и педагоги, и ученые, и предприниматели. Все на работе устают, а вечером можно прекрасно прийти, поиграть, пообщаться друг с другом, повзаимодействовать, поскольку баскетбол это командный вид спорта. Чего, наверное, многим не хватает в обычной жизни. А здесь есть возможность сконцентрированно на площадке это проявить. Девушки сами инициировали проведение такого турнира. Моментально набралось пять команд. Среди участниц есть и бывшие спортсменки. Они берут на себя лидерскую ношу и ведут за собой остальных, менее мастеровитых. Получила травму на игре, и все. Пришлось закончить. Но здесь нет такого уровня, нет таких тренировок. То есть ты просто приходишь для себя играть в удовольствие. Но, как говорится, не баскетболом единым. Подобных вариантов времяпрепровождения со спортивным уклоном в Перми немало. Женщины на любительском уровне играют в футбол, волейбол, дартс и занимаются фигурным катанием. Есть те, которые занимались раньше фигурным катанием. Может быть, выступали, когда были детьми, но профессиональных спортсменов нет. И, мне кажется, соревнования – это то, где они могут показать или доказать себе что-то. В одушевлении от побед на спортплощадке положительно сказывается на настроении и за пределами спортивных арен в обычной жизни. Ярослав Большаков, Кирилл Андреев, Телевизионная служба новостей. Праздник музыки для настоящих ценителей в Перми проходит фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Напомним, этот музыкальный форум каждый год организует Пермская краевая филармония и маэстро Владимир Спиваков. Руководитель двух оркестров, всемирно известный скрипач, дирижер-интеллектуал. Фестиваль в Перми проходит уже в 14-й раз. Он открылся концертом, посвященным 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Для нас, в общем, огромное счастье и радость в том городе, который стал для нас родным и который так прекрасно выглядит вот этим летом. Каждый год в этом фестивале участвуют талантливые российские музыканты и вокалисты. В этот раз вместе с Национальным филармоническим оркестром России на сцену вышла известная пианистка и педагог Екатерина Мечетина. В этом году из-за реконструкции Большого зала Пермской филармонии часть концертов проходит в ДК имени Солдатова. События фестиваля можно будет увидеть и в онлайн-трансляциях. Артиллерист, ихтеолог, ректор Пермского университета. В память о талантливом пермском ученом Александре Букиреве на аллее доблести и славы появится звезда. Именную плиту откроют во время празднования Дня города, 12 июня. Судьба этого человека необычна. Далее подробности. Народный ректор, так в Пермском госуниверситете называли Александра Букирева. Его запомнили здесь как доброжелательного человека и профессионального организатора. Александр Ильич сам был студентом этого университета, затем преподавал на биологическом факультете. В 1939 году его призвали в армию и в качестве командира артиллерийской батареи он участвовал в боях с Японией в районе реки Халхингол. Там Букирев получил тяжелое ранение, вернулся домой и стал ректором Пермского университета. Букирев стал ректором, но пробыл на этой должности совсем недолго. В 1941 году он один из первых уходит добровольцем на фронт. Хотя в принципе он мог этого и не делать. Поскольку он был участником боев на Халхинголе, получил там тяжелое ранение, он по состоянию здоровья мог быть оставлен в тылу и продолжать занимать свою ректорскую должность. Но он посчитал необходимым уйти на фронт. На фронте Александр Букирев командовал артиллерийским дивизионом и к своей службе подходил как настоящий ученый-исследователь. Он пытался понять, как эффективнее всего бороться с германскими танками, в особенности с тяжелыми тиграми, которые до определенного момента считали практически неуязвимыми. И в 1944 году в одном из районов Польши был подбит немецкий танк «Тигр», известный как «Королевский тигр». Александр Букирев решил провести эксперимент, какие наиболее уязвимые места имеет танк, для того чтобы опровергнуть миф о непобедимости немецких танков, немецкого танка «Тигра». Александр Букирев детально изучил конструкцию «Тигра», его сильные и слабые места, и выяснил, какими снарядами и с какой дистанции можно поразить цель. Всю информацию он кратко и наглядно изложил в специальной брошюре, которую распространяли в войсках. Одна из них сейчас хранится в Государственном архиве Пермского края. После войны Букирев вновь занял должность ректора Пермского университета. Он решал массу хозяйственных вопросов, привлекал в Пермский вуз выдающихся ученых, даже репрессированных, вел собственные научные исследования в области их теологии, изучал рыбное разнообразие местных водоемов. В университете существовала такая традиция новогодних поздравлений ректора, когда в 12 часов после того, как пробьют куранты, он выходил, жил он в старом геологическом корпусе, нынешний корпус Рено, он выходил на улицу к студентам и поздравлял всех с Новым годом. А потом вот в нашем корпусе на лестнице устраивали станции под патефон, и он и его семья тоже с большим удовольствием в этих танцах принимали участие. В память о народном ректоре на Пермской аллее доблести и славы 12 июня появится именная звезда. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.